Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на систему пылеудаления для перфоратора Makita DHR242-BHR242. Модель данной системы называется Makita DX01. Как мы видим из представленной конструкции, установлен он на перфоратор BHR242. Это очень старый перфоратор. Одна из первых моделей 242. Выпуск перфоратора 2012 год. 11 месяц. Модель BHR от DHR отличалась тем, что аккумулятор, с которым мог работать данный перфоратор, Максимальный его ампераж составлял 3 Ач, то есть он не работал с четверками и пятерками. Но почему-то, это мой личный перфоратор, я его покупал 10 лет назад. И он работает как и с трешками из коробки, так и с пятерками. Проблем с этим не было. Но я вам скажу, почти все модели, которые не работали там с амперажом большим, чем 3 Ач, все это очень просто решалось путем, где-то убирался ограничитель, который мешал вставить батарейку на 5-4 Ач. Если мы взглянем на обе батарейки, это 3 Ач, это 5 Ач. Здесь мы видим на пятерке, на корпусе есть ограничитель, здесь его нет. Теперь давайте рассмотрим пылесос поближе. Данный пылесос имеет внутри свой двигатель, питается он через вот эти клеммы. И специально на 242 перфораторе, здесь внизу, есть внутри клеммная колодка. На передней части пылесоса имеется контейнер для сбора пыли, который поставляется, его можно купить как вот в таком сборе, так и отдельно по запчастям. Открывается, здесь контейнер для сбора пыли, а с этой стороны, если поддеть отверточкой, снимается задняя крышка, и мы можем извлечь отсюда хепофильтр. Хепофильтр можно почистить, продуть, постирать, он не бумажный, либо поставить и заказать новый. Фильтр продается отдельно. Моделей таких пылесосов достаточно много, от DX-01 до DX-14. Некоторые похожи друг на друга. DX-01 самая первая модель. Следующая идет DX-02, она предназначена для перфоратора 243, то есть со съемным патроном. 242-й он идет без съемного патрона, отличаются они передней вот этой частью. Также есть аналог, обновленная версия данного пылесоса, у которой идет новый контейнер и называется модель пылесоса DX-06. На передней части пылесборника у DX-06 имеется такая ручка, рычаг, когда вы ее вращаете, происходит встряска хепофильтра, сделанная для удобного его выбивания. Как работает пылесос? Здесь находится всасывающее отверстие, пыль заходит, проходит по каналу, по трубе, выходит из вот этих отверстий, двух, попадает внутрь пылесборного контейнера, тяга воздуха проходит через хепофильтр, и здесь уже турбинка производит всасывание. Для установки на пылесос достаточно попасть нижней частью перфоратора в полозье и его задвинуть. Здесь внутри мы видим резиновый демпфер для защиты от вибраций, клеммы, как я уже говорил, и вот такие ограничители, которые опускаются нажатием вот этой клавиши. Сделаны для съема перфоратора. Упираются они вот в этой части. Давайте установим перфоратор на пылесос. Все, пылесос установлен. Вот так это все выглядит в комплекте. Установим бур. Как мы видим, для такого бура вот это расстояние слишком большое, поэтому его можно сократить. Например, вот до такого. Делается это вот так. Нажимаем. Все. Теперь мы можем сверлить. если нам нужно сделать ограничение, то есть сверлить неглубокие отверстия, также мы можем установить вот этот ограничитель в удобное нам положение. Например, вот так. И сверло уже будет заглубляться не полностью. Давайте включим. ставим аккумулятор и пробуем. как мы видим, звук какой-то не очень хороший у двигателя пылесоса, поэтому в этом ролике мы сегодня будем менять двигатель на этом пылесосе. Новый двигатель я уже приобрел, артикул его выведе на картинке. Давайте посмотрим, как он выглядит. Поставляется он в коробке вот такой, внутри пакетик. и внутри мы видим моторчик обычный от шуруповерта 629 921 А3 на нем указано. И тут же сразу установлена крыльчатка. Ну и давайте приступим к разборке. Для того, чтобы разобрать пылесос, для начала снимем контейнер для сбора пыли. С этой стороны на корпусе мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий. Давайте их открутим. Обратите внимание, кстати, вот здесь есть шильдик и серийный номер 5519 что говорит о том, что это либо очень старый пылесос, либо их не так много всего сделано. Извлекли наши винты. Вот так они выглядят. И вскрываем корпус. Внутри корпуса мы видим 4 демпфера для моторчика извлекаемых. Металлическая пластина для того, чтобы перфоратор скользил по ней. при установке и резиновый демпфер ограничитель. Ну и вот такой немного запыленный внутри корпус. Мы его конечно же помоем перед сборкой. С этой стороны конструкция конструкция выглядит вот таким образом. Эта часть у нас всасывающая продается как отдельно. Есть артикул в таком сборе. Также ее можно разобрать. Давайте пока отложим здесь так же имеется точно такая же металлическая пластина. демпфер такой же демпфер с этой стороны. Здесь мы извлекли фиксатор. здесь вот видите место под пружинку пружинка внутри вот она и вот такая направляющая. Далее смотрим передней части сеточка внутри есть резиночка или спонж артикул указан. отсоединяем двигатель красный плюс на моторчике вот здесь есть специальная метка что это плюс если вы перепутаете у вас пылесос будет не всасывать а выдувать будет воздух одувка сразу на пылесосе. как видим крыльчатка здесь в нормальном состоянии. Давайте сравним здесь черная здесь зеленая диаметр точно такой же что написано на корпусе 629 921 А3 то есть двигатели абсолютно одинаковые. Внутри здесь также идет 4 демпфера резиновая прокладка для чего непонятно под проводами. Вот такая прокладка и контроллер такой маленький контроллер и клеммная колодка в которой можно снять провода. Делается это очень просто. На вот этом клеммнике есть клавиши ее нажимаем и когда она нажата клеммник очень легко снимется. Запоминайте цвета чтобы потом не перепутать потому что на самом клеммнике ничего не указано. Красный, белый, черный. Но также есть если вдруг забудете схема. Что еще у нас осталось на корпусе? корпусе у нас осталась вот здесь клавиша и вот этот рычажок. Он здесь состоит из вот такой запчастюльки. Она как раз фиксирует вот этими частями. теперь извлечем пружинку отсюда. Такая пружинка и наша клавиша ее нужно поднять отсюда и теперь ее можно на себя вытащить. Извлекли. Теперь достаем этот переключатель. Просто убрали зажимы и она сама выпадает. Внутри также есть пружина и клавиша. Все. Наша крышка свободна. смотрим дальше. Теперь давайте рассмотрим вот этот механизм. Состоит он здесь из резиночки утвенной. Это кстати продается как аксессуар потому что она изнашивается. спереди также можно снять. Достаем трубу и отстегиваем с помощью плоской отвертки. так с двух сторон отстегнули можно вытащить. извлекли. Также эта деталь состоит из двух частей. Чтобы их извлечь необходимо вот здесь поддеть немножко и вот таким образом вытащить. Получается вот она деталь одна еще одна здесь шланг трубка которая растягивается и сжимается здесь у нас приклеен на этой детали спонж и осталось разобрать вот эту часть она разбирается просто мы поднимаем и выдвигаем внутри примерно точно такая же конструкция как и была здесь только другого цвета здесь пружинка аккуратно чтобы не потерять пружинка направляющая и вот такие две детали все пылесос полностью разобран здесь примерно около 40 деталей ну что ж приступим к сборке начнем мы наверное вот с этой части давайте сразу отложим что у нас здесь было пружинка вот эта штучка одевалась вот так одевалась одевалась опять со и вот Продолжаем. Вот так собрали, теперь устанавливаем сюда. Все, запчасть установлена. Теперь берем шланг. И фиксируем. 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 Степен. Шт Rei. Зафиксируем. Теперь еще одну резиночку. Здесь видите, ее по-другому не поставишь. Есть. И задняя часть. Здесь, наверное, лучше поменять положение. Вот так вот. Все, эта часть у нас готова. Теперь берем корпус. И нам нужна та часть, на которую установлена кнопка. Заходим кнопку, пружинку. Все готово. Далее устанавливаем вот эту резиночку. Вот так. Она была у нас, по-моему, вот так. Раз. Потом сюда. Вот так. Все честно, не совсем понятно для чего она нужна. Теперь, теперь, теперь устанавливаем демпферы. Четыре штуки. Есть. Всположим к сюда. Ставим. Есть. Металлическую пластину. Так. Так. Откуда она? Вспомнить. Кустина была в начале. Вот так. Есть. Теперь контроллер. На контроллер давайте сразу установим. Помним было сначала плюс, белый на вторую и на третью минус. Ну и сразу давайте подключим моторчик. Так. Или подождать. Соединили. Комментируем. Укладываем провода. Укладываем. Сначала красный, потом белый, потом черный по порядку. Так. Здесь тоже провода должны быть уложены, чтобы не мешали демпферу. То есть здесь есть место для этого. Вот так. Теперь соберем вот эту систему. пружина и направляющая. Да, вот так. Собрали. Теперь соберем кнопочку вот эту. Ставили. У нас демпфер выпил. Ничего страшного. Сюда. Сюда. Вставляем пружинку. Вот так. И вот эту часть. Вот таким образом. Готово. Теперь моторчик подключаем. Плюс-минус. Плюс. Где красный. Минус на минус. Фиксируем. Теперь устанавливаем. Он стоит вот таким образом, но он вставляется вместе с мотором. Сначала надо вот так сделать. И все. Поставили. И сеточку. Все вместе делается. Теперь устанавливаем вот здесь демпфер. Вот так. Смотрим, чтобы у нас тут ничего не выпало. Ну, в принципе, все. Можно устанавливать пылеотвод. Так. Пылеотвод. Вот как мы видим, я опять собрал неправильно. Нам его нужно развернуть. Вот так. Вот. Смотрим, чтобы у нас вот эта часть не убегала. Все зафиксировали. пылеотвода. И соединяем корпуса. Все четко становится. На вторую часть корпуса нам необходимо также надеть вот сюда резиновый демпфер. металлическую пластинку. И отсюда четыре резиночки. Закрываем. Все, корпус закрылся. Проверим. Вот эту часть все работает. Да, все работает. Закручиваем. Собрали. И теперь давайте пока без фильтра проверим. Все у нас работает. Вот это тяга. Просто отсюда дует нереальный ветер. Давайте проверим тягу. Пока без фильтра не устанавливал. Смотрите, я фиксирую. Вот здесь с этой стороны отверстие затыкаю. И сюда вот эту крышку приставляю. Вот так. Включаем пылесос. Видели, она немножко так даже держится. То есть тяга есть. Ну что, предлагаю потестировать. Фильтр у меня высох. Устанавливаем обратно. Кстати, обратили внимание, что фильтр этот старый очень. Я его, конечно, желательно заменил. Я имею в виду не в том смысле, что он старый от времени. А это версия его старая. Новый фильтр идет уже в пластиковой такой коробочке. Пылесос. Значит, белый кирпич будем сверлить. На улице и не стал это делать, так как там идет дождь. Использовать будем буры Makita Nemesis. Ну, не знаю. Для начала, наверное, с пятерочки попробуем. Потом 12. Почему Nemesis? Вообще рекомендую использовать именно такие буры. Меньше нагрузка на инструмент. Больше работа, значит, по времени от аккумуляторов. Давайте сразу замерим расстояние. В начале ролика я это не сказал. Ну, примерно 12,5-13, 12. Пятерку установили. Теперь подвигаем, как нам будет удобно. Так, наверное. Как обычно сверлить, если мы не видим центровку. У нас отмечено. Просто берете, так рукой подвинули. И сверлим. И сверлим. Да, вот она, пыль появилась. Даже можно, наверное, вот так и вставлять. Давайте установим. На 10. Не ограничить их надо поставить. Чтобы я не просверлился стол. Здесь можно ограничитель убрать. Сверлю вверх ногами, потому как вот так, видите, стол мешает. Ну, как мы видим, немножко пыли все-таки сыпется, просыпается. Но основная. Здесь смотрим. Вот всасывающее отверстие. Естественно, она в пыли. А здесь у нас все чистенько. Ну и давайте откроем контейнер аккуратненько. Видите? Пыль собирается. И давайте вскроем с этой стороны фильтр, чтобы посмотреть, пыльно с этой стороны или нет. Видим, тут абсолютно все чистенько. Никакой пыли нет. Крышка с этой стороны тоже абсолютно чистая. Ну а теперь выводы. Да, эта система не полностью идеально на чистовых работах вам уберет пыль. Но на черновых работах, когда вы свертлите потолок, любые вообще отверстия, это просто увеличивает комфорт работы в разы. То есть это просто необходимая штука для такого перфоратора. У кого ее до сих пор нет, советую приобрести. Но покупать нужно уже советую модель не DX01, а DX06. На этом спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok